Невысокие цены, чистое озеро, вкусная, почти родная кухня и еще безвизовый режим. Вот что должно привлечь российских туристов на Иссык-Куль. Крупнейшие турагентства предлагают сделать отдых для россиян доступным. В ценовой политике сможем проиграть тому же Таиланду или той же Малайзии. Из чего складывается авиаперелет, в основном здесь монополисты, это аэрофлот и наши частные компании, которые летают в Россию. То есть, во-первых, им нужно стать более гибкими, чтобы цена билетов, авиабилетов туда и обратно была более оптимальной для среднего класса россиян. Потому что в Египет и в Турцию в основном ехал средний класс россиян, и они будут смотреть на стоимость авиабилетов. Большинство пансионатов на берегу Иссыкуля рассчитаны в первую очередь на тех, кто не готов разоряться на отдыхе. Ведь многие полагают, что для хорошего отпуска достаточно озера, песка и солнца. Без всякого навязчивого сервиса. Но именно за последним чаще гонятся российские туристы, предпочитая горному озеру турецкие курорты. Турция, на мой взгляд, разбаловала туриста своим, как сказать, all-inclusive. То есть, буквально за тысячу долларов человек может вообще не заботиться ни о чем, может отдыхать с детьми, со всей своей семьей. У нас, к сожалению, пока мы конкурировать не можем. Турецкие курорты ежегодно посещало около двух миллионов россиян. Переманить часть туристов, отказавшихся от Средиземного моря – главная задача местных туроператоров. Основной упор делается на летние месяцы. Привлекателен он больше, наверное, даже не озером Иссыкаль, а привлекателен туризм вообще, чтобы было это в комплексе. Комплекс это будет, например, турпакет шелкового пути, например, называется, экотуры и так далее, по горам, чтобы там трекинги, восхождение. К идее массовое привлечение россиян и сыкульские курорты считают некоторые специалисты несбыточной затеей. Есть мнение, что российские власти ограничивают своих граждан от отдыха за рубежом для развития внутреннего туризма. Поэтому конкурировать нужно снова только ценой. Из-за девальвации рубля многие начали уже планировать свой отдых уже не где-то за границей, а внутри самой России, либо вообще никуда не поедут. Сейчас активно идет речь о Крыме, как о новой дестинации. А Сочи уже со времен зимней Олимпиады идут разговоры. Власти Кыргызстана призывают владельцев отелей на Иссыкуле экстренно пересмотреть ценовую политику. Из-за дорогих путевок прошлый сезон был провальным, и пока курорты спасают туристы, которые проезжают на Иссыкуль по старой памяти. Аделет Бектурсонов, Азат Антымаков. Настоящее время Кыргызстан.